Приветствую вас, как мне кажется, у вас довольно классическая история того, что вы такой достаточно сильный, мужественный человек. Я полагаю, он целеустремленный, я полагаю, такой, который знает, чего он хочет, понимает, куда он идет, к чему он стремится. Всегда, всегда знал, всегда знал, к чему идет и куда стремится. И привык этот человек все решать только исключительно путем ума, путем разума, путем расчета. А вот к себе присущиться, к своим чувствам не получалось. Потому что, ну, был запрет. Вы знаете, в вашем тексте читается растерянность, в вашем тексте читается своего рода незаурядность. Незаурядность ситуации, в которой вы оказались. В вашем тексте читается непривычное состояние. То есть вы не привыкли к тому, что вот происходит что-то, что вам, собственно говоря, непонятно, что вам не подвластно, что вы не знаете, что с этим делать, как с этим справляться. Ну, у русскоговорящих мужчин, специально не говорю русских, да, у русскоговорящих мужчин, такая проблема, на мой взгляд, довольно часто возникает. Потому что русским мужчинам, русскоговорящим мужчинам, очень часто запрещают чувствовать, запрещают быть слабыми и так далее. И мне кажется, мне кажется, что ключевой аспект вашей проблемы заключается в том, что вы не слушаете себя, вы не прислушиваетесь к себе. То, что вы делаете, то, как вы делаете, связано, ну, как правило, с прямым материальным расчетом. В целом это неплохо, в целом, это неплохо, в целом. Но для вас, для вас именно, подобное действие, к сожалению, стало губительным, потому что вы из-за этого перестали чувствовать себя, куда вы идете и так далее. Вот вы говорите, мне 29 лет и все эти годы пробовал себя во многих сферах. Пробовали себя во многих сферах хорошо. Зачем? Что вы чувствовали, пробуя себя во многих сферах? Как вы чувствовали себя, пробуя себя во многих сферах? Я полагаю, что когнитивные и эмоциональные аспекты нужно соединить воедино. А они у вас, по моему мнению, очень и очень сильно разбросаны. Они у вас разобщены. Они у вас сепарированы друг от друга. То есть, если вам и движет желание заниматься любимым делом и зарабатывать, нужно понимать, что заниматься любимым делом и зарабатывать можно, но это скорее идеал. И очень редко людям удается совмещать эти две вещи. Удается, конечно, но редко. Гораздо реже, чем, ну, чем хотелось бы. То есть, безусловно, это есть и, может быть, этого не так уж и мало, но, но надеяться на то, что именно любимое дело будет приносить вам достойный доход, ну, это инфантильная позиция. Инфантильная позиция, к сожалению. Поэтому, как правило, любимое дело, именно любимое дело, оно отграничивается от заработка, от дохода. То есть, вот вы работаете, например, тем, кем вы работаете. Получаете, ну, вроде бы неплохие деньги, да, как я понял. И, в принципе, в принципе, для удовлетворения своих потребностей в плане, ну, в плане жилья, в плане обеспечения себя жильем, там, материальными аспектами, да, и так далее. Ну, это вроде бы нормально для вас. То есть, я полагаю, что с этим вы спорить в общем не будете. То есть, осталось что? Осталось любимое дело. И вот, любимое дело нужно найти пока что помимо, помимо той деятельности, которой вы занимаетесь. Именно помимо. То есть, ключевой аспект именно в том, что вы как бы параллельно, именно параллельно с тем, что вы работаете, с тем, что вы делаете. В том, чем вы занимаетесь сейчас, вы параллельно с этим еще и занимаетесь любимым делом. Любимое дело здесь может быть хобби. Любимое дело здесь может быть каким-то просто безобидным занятием для души и так далее. Нельзя заниматься любимым делом ради дохода. Любимое дело, если оно изначально используется для дохода, никогда любимым делом не станет, потому что любимым делом занимаются ради процесса. Если мы акцентируем внимание на процесс, то мы никогда не ставим во главу угла заработок. Если мы ставим во главу угла заработок, мы не ставим, мы не делаем акцент на процессе. А если мы не делаем акцента на процессе, то мы не можем наслаждаться над тем, что мы делаем. И, соответственно, возникает противоречие. Поэтому, если вам в вашей жизни, ну, вот так сложилось, что любимого дела у вас нет, которое бы приносило вам доход, то это значит, что любимое дело пока что может просто приносить вам удовольствие, то есть доход нематериальный. Ведь, если так подумать, то нематериальный доход, то есть эмоциональный доход, он гораздо важнее дохода материального. Ну, потому что он гораздо более полный, он гораздо более такой чувственный, он гораздо более важный для человека. Вот. Собственно говоря, нематериальный доход. И вам на это, вот на него, на этот доход нематериальный, нужно обратить внимание. Смотрите, еще раз повторяю, стремиться к идеалу, это хорошо, но стремиться к идеалу не значит его достичь. Поэтому, нужно принимать реальность такой, какая она есть. Реальность доказала, что сейчас, на данный момент, вы не можете одновременно и работать, получая от этого удовольствие, и вы не можете, значит, заниматься любимым делом, получая от этого деньги, ну, доход. Вот. Это реальность. И, от этой реальности, мне кажется, вам, ну, пока деться некуда. Именно от этого реальности, на данный момент. Поэтому, поэтому, мое мнение, мое мнение, по данному вопросу, будет таким. Необходимо, чтобы вы сейчас сконцентрировались на том, что для вас важнее, на том, что для вас нужнее сейчас. Сейчас. И, именно на это, и обратили бы свое пристальное внимание. Иными словами, иными словами, нужно, чтобы вы, имея работу, подумали, чем бы вы могли заниматься. Ну, вот. Свободное время. И постепенно бы этим занимались. И постепенно бы, перевели бы, перевели бы то, чем вы занимаетесь. Вот, ну, вот, на данный момент, то, что вы делаете, на данный момент, постепенно бы перевели это, ну, вот, на другую основу. То есть, на, грубо говоря, на основу материальную. Вот. Мне кажется, это, это так. Что нужно делать, какое дело любимое, если вы не знаете, какое дело любимое. Вот, вы знаете, вы говорите, как мне заниматься любимым делом, да, но при этом я не знаю, я не знаю, значит, какое мое дело любимое. Да. То есть, как заниматься, как, хочу заниматься любимым делом, каким, не знаю. Да. Нужно пробовать. Но нужно пробовать исходя не из денег. Нужно пробовать, не будучи зависимым от дохода, обязательного. То есть, обязательного пункта, что это дело должно быть доходным, нет, и быть не может. И вот только тогда, только в этом случае можно говорить о том, что дело может стать любимым. Не исключено, что вам придется пробовать еще. Не исключено, что вам нужно будет обратить свое внимание на такие вещи, например, как ваши ценности, ваши взгляды, ваши какие-то представления о мире в целом. Не исключено, что вам имеет смысл поработать над своим эмоциональным интеллектом. Да, то есть, чтобы лучше отдавать себе отчет в том, что я чувствую, как я чувствую, на что мои чувства обращены, ну и так далее. И вот по факту, по факту, ситуация по факту так и выглядит, что вам нужно будет действовать на другой основе, если вы хотите заниматься любимым делом. Каждый из нас хочет заниматься любимым делом. Но вопрос в том, что вы сейчас, в данный момент страдаете, то есть, вы своими действиями привели себя к страданию, а это не страста. У этого есть причина. Вы, по какой-то причине, вот, работу свою воспринимаете именно так. Мне кажется, что даже ваш запрос, он выглядит, как, знаете, некая такая необходимость, потому что, ну, не стонтанно очень выглядит то, что вы говорите. Ну вот. И вот, вы, значит, заканчиваете свой текст следующим вопросом. Помогите, пожалуйста, советом, как разобраться в себе. Понимаете, вы, Анатолий, серьезно думаете, что вы, это весь ваш текст. Так получается. То есть, вы говорите, как бы нам, что я вот написал текст, вот, я написал текст, я его, значит, опубликовал. Вот вы прочтите текст, и вы, значит, на основе этого текста сделаете, пошел на анализ и помогите мне разобраться в себе. Анатолий, ну, вы же, я надеюсь, понимаете, что текст ваш, это далеко не вы. И в тексте нет очень много вот того, что есть у вас. Я рекомендую вам, я рекомендую вам прислушиваться к себе. Вот просто прислушиваться к себе, почаще, побольше. То есть, что вам нравится, что вам не нравится, что вызывает у вас симпатию, что вызывает у вас, наоборот, антипатию. Почему? Вот эти вещи все себе постарайтесь объяснить. Эти вещи все себе постарайтесь доносить до себя. Как я воспринимаю получаемую мной информацию каждый день? Как я использую то время, что мне скучно, да, для себя? Обращаю ли я внимание в этот момент, в момент, когда мне скучно на то, что происходит вокруг, или я концентрируюсь на чем-то, отвергая то, что происходит. Ведь отвергая то, что происходит, вы отвергаете саму среду, в которой вы находитесь. А отвергая саму среду, вы отвергаете себя, потому что вы находитесь в этой среде. Соответственно, если вам бывает скучно, значит, вы себя не принимаете. Вы считаете, что какие-то вещи для вас недопустимы, запретны, неприемлемы и так далее. Я полагаю, что начать нужно с этого. Ну, рекомендую вам попробовать еще тему с едой. То есть вот проанализируйте, как вы питаетесь. Проанализируйте то, как происходит процесс у вас поглощения пищи, что он из себя представляет. Получаете ли вы удовольствие от поглощения пищи, или голодаете, не чувствуя никакого вкуса и так далее. Вот мне почему-то кажется, что вы в большей степени склонны к тому, чтобы не, значит... В большей степени вы склонны к тому, чтобы пищу не чувствовать. То есть вы не чувствуете вкуса всей пищи, которую вы поглощаете. Я склонен думать, что вы, когда питаетесь, вы отвлекаетесь часто на что-то. Вы либо читаете, либо кто-то смотрите, либо о чем-то думаете, но вы игнорируете поглощение пищи. И вот то же самое происходит у вас и в вашей жизни. Я предлагаю начаться с этого, с анализом того, что вызывает у вас симпатия и антипатия, что вызывает у вас, значит, приятие, что вам нравится, что вам не нравится, как вы относитесь к тому, что вам нравится. Вот, знаете, возможно, такая история. Человек, например, говорит, мне нравится, там, допустим... Ну, допустим, мне нравится, там, какое-то занятие, да, но я не уверен в этом, говорит человек. Вот в чем неуверенность такого человека, как вы думаете? Именно неуверенность в чем? На чем она основывается, эта самая неуверенность? А неуверенность, в общем-то, основывается здесь, именно на том, что человек сомневается, насколько справедливо, насколько правильно его чувства. Насколько справедливо, насколько правильно то, что человек чувствует. Насколько правильно то, что человек ощущает. Правильно. И вот в ночевом момент, что правильно, это именно оценочное осуждение. Правильно это оценочное осуждение. Не может быть правильным никогда то, что человеку нравится. Никогда не может быть правильно это, понимаете? Какая история. Вот. Поэтому, поэтому, от оценочного суждения я предлагаю вам отказаться. И воспринимать только, что вовремя, что не вовремя, что достаточно, что недостаточно, и вредит ли то, что вы хотите другим людям, если вредит то, как. Это уже вопрос личной границы. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Пишите, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.